Всем привет! Сегодня у нас будет история от анонима. Сейчас я зачитаю письма девушке. Она попросила больше уйти в психологию, разбором этой ситуации заняться. Кому нравятся подобные видео, ставьте лайки, подписывайтесь и распространяйте видео в соцсетях. Это очень поможет продвижению моего канала и набора новых подписчиков, просмотров. Так что давайте приступим. Добрый день, Галина! Хочу обратиться к вам за разбором моей ситуации. Я не понимаю, что со мной происходит. Психика у меня уже просто на пределе. Я очень мнительная и эмпатичная. Мне 20 лет. Серьезных отношений у меня никогда не было. И почему-то всегда я страдала от какой-то безответной любви, так сказать. Ну, нейротизмом сразу скажу попахивает, да? Если мне нравился парень, я хотела с ним быть, то, как правило, мне не отвечали какой-то взаимностью. И это доставляло мне боль, страдания. Вот, пожалуйста, взаимосвязь связываю. Любовь равно боль. Как всегда я в видео про такие темы говорю. Всегда в отношениях или их начале больше симпатии и инициативы какие-то шли от меня. Я полностью зацикливалась и растворялась в человеке, в партнере. Но меня почему-то игнорировали, когда я со всей душой отношусь. Потому что вы выбирали не тех людей, которые будут холодными, игнорировать. Вот тут пунктики, которые вас цепляют. В общем, познакомилась я с парнем турком в Украине. Ему 28 лет. После короткого общения и одной только встречи я сразу запала на него. Чем он меня так привлек? Я не понимаю, но изначально помню, что почему-то боялась его и не хотела идти на встречу. А он напористо писал мне две недели, приглашал, сказал, что заедет за мной, поедем гулять. На что я ему ответила, что вообще-то я боюсь садиться в машину к малознакомому еще парню, к человеку. И вообще я его еще не знаю. Типичная такая невротизм и жертвенность у нас здесь. Любим тех, кто нас не хочет, кто к нам холоден, настойчив, он опасен чем-то. А вы это чувствовали, но игнорировали звоночки. На что он обиделся, написал, что ему это неприятно. То, что нам действительно лучше тогда не встречаться. И во мне проснулись чувства вины за то, что я обидела человека. Отверженность вас провоцирует на продолжение боли. Я писала ему, чтобы он понял меня как девушку, что я должна думать о своей безопасности. Но в ответ он игнорил меня, не отвечал. Позже я написала, что хочу с ним поговорить тогда лично, что все-таки готова увидеться с ним. Он сразу ответил, хорошо, напиши мне, пожалуйста, свой адрес. Я сейчас соберусь и к тебе заеду. В общем, его не было очень долго, уже было 12 часов ночи. Конечно, короче, я уснула. Просыпаюсь в час ночи от кучи пропущенных сообщений, что я ему там не ухожу на связь, не отвечаю, что он меня вообще-то тут ждал. Я ответила, что тоже вообще-то его ждала и не знала, когда он приедет, поэтому в итоге уснула. Да и вообще, ночь на дворе, время позднее. Я пожелала ему спокойной ночи, он мне тоже. В следующий день я написала ему уже днем, что сегодня мы вечером можем увидеться, только не поздно, как в ответ, короче говоря, был игнор. И снова мое чувство вины заиграло, что я его обидела. Я спросила, ты не хочешь меня видеть? Он ответил, не хочу. Потом я начала оправдываться перед ним, что я уснула, хотя я понимала, что не должна была. В общем, он целый день игнорировал мои сообщения, оправдания. А потом вечером все-таки согласился приехать. Отвержение. Это тот момент, который вы ищете в людях в холодности. Отвержение. Вы травмированы этим, вы не в роте, у вас история про это. Я села к нему в машину, он улыбался, будто рад меня видеть, ничего не произошло. Сразу взял меня за руку. Мы разговаривали, он много шутил, смеялся. Он был скромным, ничего лишнего себе не позволял, воспитанный. И вот периодически смотрел мне пристально в глаза. Потом отводил взгляд. Какие-то переглядки происходили. И в этот момент у меня просто мурашки по коже бежали. Будто я тонула в его глазах. Опять смотрит холодно, горячо, близко, далеко. Вот эта раскачка. А у вас аж мурашки, у вас любовь сразу, когда к вам холодно относится. Не понимаю, почему, как и это работает. Я только что вам объяснила. Он ничего такого особенного не делал. Он просто задавал какие-то вопросы, улыбался, а я просто поплыла. Мы гуляли недолго. Потом я ушла домой. Он, конечно, не сразу мне написал, что ему было приятно провести. Время, что он думает сейчас обо мне, что я ему нравлюсь и так далее. То есть опять не сразу какое-то время произошло, чтобы мы понервничали. На следующий день тишина. А у меня прямо ломка по нему. Я так хотела, чтобы он написал мне. Но он пропал на неделю. Я сама предложила уже встретиться. Он ответил, что приехать ко мне не может, потому что там у него машина в ремонте была. Как только он ее заберет, сразу приедет ко мне в гости. В общем, я заметила, что он не так уж и тянется ко мне. Конечно, блин, потому что он холоден изначально был. Ну, он был напористо брал. Когда увидел, как вы к нему стелитесь, да, от него эмоционально зависимы, ему стало неинтересно. Я писала чаще, чем он. Предлагала встречи чаще, чем он. Он всегда почему-то тянулся. Ему он всегда был занят. Ему неудобно. Что получается? Я садомазохистка. Я этого не понимаю. В итоге в Инстаграме я прекрасно видела, что он подписан на определенное количество каких-то девочек из Украины. Что он любит внимание в Инстаграме. Что он выкладывает какие-то красивые фотографии. Хвастается машиной бесконечно. Ну, типичный позер. Павлин турецкий. Обычная тема. Сложилось впечатление, что он как любит себя, ухаживает за собой. Я ранее слышала о нарциссах, но изучала, никогда о них информацию не изучала. В общем, начались у нас какие-то непонятные отношения. Вроде бы есть, а вроде бы и нет. И несколько ситуаций было, когда мы договорились встретиться-увидеться, чтобы провести вместе время. А он потом говорил, что у него какие-то планы. Что он едет к друзьям. То он забыл о нашей встрече. То еще какие-то отмазки. Короче говоря, когда он хотел увидеться, я должна была бросить все и согласиться. Когда мне хотелось, это получалось не всегда. Конечно, мне не нравилось такое отношение. Но зачем-то продолжала в надежде на изменения со временем. Я думала, раз нет пока ничего серьезного, то и мы друг другу, по сути, ничего не должны. И так вся эта история и сглаживалась. В общем, дошло у нас дело как-то до интима. И в первый интим он был очень заботлив ко мне, относился с уважением. Но после я увидела в нем какое-то более развязанное, что ли, и более холодное отношение ко мне. Опять про холодное. Любовь, мужчины, холод, близко-далеко пропал, появился ваша тема. Он уже перестал стесняться, как раньше, не был таким скромным. Вел себя, как будто я его вещь, и как он скажет, так и будет. Стал еще реже мне писать, а я терпела, чтобы не писать часто. Но получалось, что могла вытерпеть всего лишь недельку. Я понимала, что это отношения какие-то свободные. И кроме секса у нас точно ничего вероятно и не получится. Мне казалось, что он, конечно же, кроме меня с кем-то еще общается. Но мне, честно говоря, было безразлично на эти детали. Мне было важно поддерживать с ним связь. Если вы спросите, почему я так себя не уважала, позволяла все это. А у меня нет ответа. Честно сказать, я не знаю и не понимаю. Я не понимаю, что случилось со мной. Он мог элементарно вести себя безответственно. Он подстраивал меня под свои планы. Это вы хотели подстраиваться на самом деле. И всегда просил его понять. Вот вы и подстраивались. Я всегда ощущала безразличие в мою сторону от него. Холодность. Но своей вежливостью, спокойствием. Это синонимы безопасности. Он давал мне ложную надежду, что просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Все наше общение в итоге длилось два месяца. Со временем, конечно, я начинала злиться на него. И вот это безответственное отношение. Была ситуация, когда мы договорились о встрече. Я ждала, что он приедет. А он в итоге не приехал вовсе. Но в инстаграм я увидела сториз, как он едет на машине в 4 утра, гуляет, тусуется. Но после моего просмотра сразу удалил. В общем, я психанула, заблокировала его в соцсетях и решила, что хватит. Прошла неделя, я не выдержала и разблокировала. Я надеялась, что он поймет, как обидел меня и напишет. Но нет, тишина. Я написала снова сама, что хочу его увидеть. Тут у Смайлика рука лицо. Но он в ответ прислал мне скрин, что я заблокировала его тем самым, удалила из подписок и написал, что больше не хочет общаться со мной. А у меня внутри сразу тревога, страх потерять, чувство вины. И как сумасшедшая снова стала оправдываться перед ним, почему я это и что происходит, я реально не понимаю. Я стала просто как одержимая им. Унижалась как тряпка. Подписалась на него снова, но был он агрессивно настроен и твердо. И он принимал заявку. Я снова целый день объясняла ему причину, почему я его заблокировала, что мне неприятно. Но и слушать он ничего не хотел. Снова просто читал и не отвечал. Потом после моих уговоров и объяснений он ответил, ты одна дома сегодня? Я могу приехать к тебе поговорить. Мы договорились, что после того, как я закончу работу, он приедет ко мне примерно в 12 ночи. Но ночью он уже не отвечал на сообщения и даже не читал. Во мне появилась такая злость на эти выходки. И я написала, что ненавижу его и пообещала больше никогда ему не писать. Легла спать. Проснулась ночью от того, что он много раз звонил мне и писал в 3 часа ночи. Писал, что уснул. Короче, я от этого давайте дочитывать не буду. Вся история мне в принципе понятна. Просто примеры идут в нездоровых отношениях. А я как понимаю, да, запрос у девушки. Что с ней происходит. Кем она является. Я не ставлю диагнозов. Я мало вас знаю информации. Но что-то мне дается показывать, что у вас любовь равно боль. И у вас есть четкие, скажем так, просвечиваются мотивы. Первое. Любовь равно боль. Когда ко мне холодно. Когда ко мне безразлично. Меня это цепляет. И мне хочется завоевать любовь, внимание этого человека. Второе. Когда он в этом акте в процессе холоден ко мне, отстраняется. У меня чувство вины за то, что ко мне холодно. Я плохая. Я виновата в том, что ко мне такое отношение. Соответственно, мне еще усиливается больше желание завоевать, зацепить, расположить к себе. Типа, вот она я, маякнуть, короче говоря, обратите на меня внимание. И следующее. Когда вас совсем оставляют, вам пуску носит крышу. Вы, как наркоман, с ломкой, долго не можете, не терпите. И у вас вот это вот сладостное, короче, дофаминчик надо порадовать. Счастье, гармонию, короче. То есть, короче, как бы к вам плохо не относились. Без этого человека вам кажется, что еще хуже. Страх отверженности, быть вот этот синдром оставленного ребенка, скорее всего, он просматривается. Короче, быть вообще без этого человека еще больнее. То есть, прожить вот этот разрыв, что он меня, условно, быть плохо, ужасно, но хотя бы вот так. Без этого человека вообще, чтобы он вообще тотально вышел из моей жизни, равно смерти и трагедии. Вас заклинило, когда-то в какой-то момент причины могут быть разные. Если мы берем невротик, очень часто невроз, либо из-за системного воспитания и системной травматичности, да, по дозировочке, регулярная основа. Либо какая-то одна травма, которая перечеркнула, заикарилась у вас в голове, в душе, поменяла вас, вы ее не пережили. И сейчас последствия этой травмы таким образом у вас деформировалось, скажем так, нездоровое представление о любви и взаимоотношениях с мужчиной. И вы в этом окунаетесь, сейчас так живете. Сразу отмечу здесь два момента. Первое, что вам 20 лет, и вы сказали, у меня было большого опыта отношений. То есть, это хороший плюс, до 30 всю эту историю можно еще пережить и жить, проработать с психологом, стать другим человеком и от этого, назовем так, недуго полностью избавиться от эмоциональных качелей и всего прочего. Второе, вот эта некая неуверенность из-за небольшого опыта жизненного и возраста, вы только перешли в состояние юношеского в плане молодой, взрослой. То есть, максимализм только недавно, дай бог, ну по правилам, если мы берем возрастную психологию, то максимализм ваш только недавно закончился. А у некоторых, там, 19-20 лет, он только заканчивается. То есть, это, я не знаю, когда как у вас, скорее всего, так осознанно пишите, что он у нас только где-то закончился или заканчивается. То есть, вот эти эмоциональные качели, руль, любовь, боль, можно отнести к вот этому периоду максимализма. И, может быть, как таковой суперогромной травмы у вас нет, и следующие отношения могут быть получше, поздоровее, но у вас точно есть подоплека, почва для такого поведения. То есть, в максимализме тоже юношеском не все так среагируют, как вы, про любовь, боль. То есть, у вас есть какая-то почва травмирующая, которая к этому привела к такой реакции. Что это за почва? Какие могут быть причины у подобного поведения? Это, конечно же, когда ребенку нужно завоевывать любовь доверенного взрослого. Кто такой доверенный или какой еще главный официальный взрослый доверенный? Тот, кто закрывает тревожность. Короче, кто дает безусловную любовь или должен ее давать, да, или не дает. Тот, кто закрывает тревожность, главный твой, важный твой взрослый в твоей жизни. Папа, мама, там, или бабушка, дедушка, кто занимается твоим воспитанием? Тот, кому ты доверяешь, любишь и так далее. У вас точно была история, что любовь надо завоевывать. Если тебе любовь и внимания не дают, то это ты виновата. В тебе причина. Вот она, какая-то установочка работала. Ты должна стараться еще лучше. И самое страшное в вашей голове, да, что происходит. Если я стараться не буду и с кожи вон лезть и все позволять в отношении себя, то меня реально тогда бросят и оставят. Я вообще буду одна. И у меня вообще не будет колпака защиты вот этой опоры. Это про тайные опоры, кстати, Петрановская. Можете почитать эту книжку. Там немножко про это. Если вообще понимания об этом нет, обратитесь к этой книжке, почитайте. Интересно, хорошая книжка. И получается, что мне вообще страшно тревожно, как я выживу в этом страшном мире. Это реакции детские, да. И, соответственно, я хватаюсь даже за плохое к себе отношение. Мне важна эмоциональная вообще какая-то реакция, внимание на меня. Не важно, какое качество ее, позитивное или негативное. Вот он отталкивает, ваша самая страшная точка, что он пропал, что тишина, что безразличие ко мне, я не нужна. Вообще, если мы берем по психоанализу это посмотреть, то вообще в таких ситуациях очень часто базово скрыт страх смерти. Как это можно объяснить? То, что меня не существует, меня не видят, меня не признают, не просто меня не любят, меня нет на этом свете. Я настолько не важен и не заметен для этого человека, объекта моего любви, чувств, вот эта любовь и боли, вот эта невротическая история, да, вся, которая крутится, вертится. Мне страшно, что меня вообще не существует. Эти страхи у детей, страх смерти вообще закладывается с отвержением в раннем возрасте, дошкольный, скорее всего, чаще период, когда ребенок мозга, у ребенка мозг, не ребенок мозга, мозг ребенка еще не сформирован к принятию информации, что люди смертны, что очень рано знакомишься со смертью. Или тебя оставляют так родители, да, что ты их вообще долго не видишь, для тебя они условно как умерли. А что у детей вообще в принципе важно? Внимание родителей, зачем им нужно? То, что я существую, когда родители на мой плач, на мою мам, мам, на мое. Все, я вот здесь, реагирует, что ты хочешь, вот тебе на это, или отталкивает, и говорят, да, успокойся, да, я уже устала, да, что тебе надо, почему-то неважна реакция. Когда есть реакция в детстве, в маленьких детей на меня, говорит о том, что я существую в этом мире. И это где-то с трех дошкольного возраста. Кризис я трех лет, это про я существую, я вот он, у меня есть мои желания, мои потребности, меня должны любить в этот момент. Говорит, типа, да, я вижу, ты вот здесь, все в порядке. Вот что происходит. Так вот, если у ребенка этого нет, его игнорируют максимально, вообще родители не существуют в этот период времени, вообще не занимаются. У него есть страх, что его не существует, его жизнь не важна, его нет. Поэтому ему важно любое внимание, любая зацепка, любая реакция на себя, любая проекция вообще. И мы приходим к вот этому результату, который мы вот в этой истории видим. Мои рекомендации для девушки. Их очень много на самом деле. Ну, проще сказать, вам психологу надо 100%, вам надо разбирать, посмотреть, вот прошлое покопать, закономерности, чувака. Вам нужны рекомендации по вашему поведению, вам надо менять. Вы сейчас можете вступать в новые отношения, да, то есть к новым связям выходить. И вам надо правильно выстраивать новые взаимосвязи. Я думаю, что без коррекции, без чтения, например, книжек каких-то осознанностей в этом плане, у вас дальше будет так же. Вы будете цепляться за тех, кто вас не любит, не хочет, игнорирует, кто вам холоден. Вы будете вот так вот мучиться, тратить свое время, свои нервы, страдать. У вас любовь, боль и страдания будет. Это не здоровая история, это неправильно. А если вы не хотите на это время тратить, вам с этим надо разбираться. Если в общих чертах, проще скажу, да, я работаю в когнитивно-поведенческом направлении, проще я скажу так. Вам нельзя выбирать тех, кто вас игнорирует, кто вам устраивает эмоциональные качели, кто пропадает, кто манипулирует. Это опасности для вас в отношениях. Потому что вы, как наркоман, очень легко на них подсадите, вам будет очень трудно с этого соскочить, и вы будете продолжать мучиться и страдать. Это вот первое, что если у вас будут новые отношения, обращайте на это внимание. Манипуляции – no. Эмоциональные качели, раскачка – no. Холодность – близко, далеко, пропал, появился. Ни в коем случае это все, что было в ваших прошлых отношениях. Обращайте хотя бы для начала на это внимание. Если вы такое видите, сразу дистанция, стена, присматриваемся на него, смотрим, изучаем, смотрим, что мы с этим можем делать вообще по человекам, безопасен ли он для нас. Не с головой в омут, ни в коем случае. Там будет просто больно, неприятно, и будут разочарования. Вот что я могу сказать вам по этой истории. Если вам также, как автору письма, хочется… У меня два варианта есть, да, коммуникации. У меня есть в инфобоксе под видеопочта. Вы можете записаться на индивидуальную консультацию ко мне к психологу. Или второй вариант, как я могу ответить на ваше письмо, вы можете прислать для публичного ответа в видеоформате, вот здесь на канале «История от анонима». Также в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Если вы были невротиком или проживали что-то подобное, напишите в комментариях, как вы с этим справились, например. Или какие можете дать советы, рекомендации для девушки, для ее поведения, что им предпринять делать в ближайшее время. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.